Здравствуйте! Вы смотрите программу событий в студии Виктория Шаре. Я и мои коллеги готовы знакомить вас с основными событиями, которые произошли к этому часу. Акцент на маршрутах общественного транспорта и жалобах самарцев. Заместитель главы города Владимир Василенко рассказал, где ямочный ремонт пройдет в первую очередь. Банные процедуры дважды в день в Самарском ТТО наводят чистоту и глянец на трамваи, автобусы и троллейбусы. В финале 21 педагог. В Самаре сегодня стартовал областной этап конкурса «Учитель года». Не оплатил штраф, жди судебных приставов. В советском районе Самары возбудили более 300 исполнительных производств в отношении любителей выпить на улице. Военные песни со сцены театра оперы и балета. Учащиеся двух музыкальных школ Самары и Санкт-Петербурга дали концерт «Наследники Победы». Школьники Самарской области переходят на дистанционное обучение с завтрашнего дня. Сообщение об этом от учителей уже получили родители. Это связано с превышением эпидпорога по гриппу и ОРВИ. Кроме того, каждый день в 8 утра они будут обязаны сообщать классному руководителю информацию о своем здоровье. Кружки и секции также работать не будут. Предполагается, что такие меры продлятся минимум две недели. Домашние задания ученики будут получать на сайте АСУ РСО. Дистанционное обучение коснется и высшее учебное заведение области. На него уже перешли студенты Тольяттинского госуниверситета. Для них учебные материалы будут размещены в системе дистанционного обучения «РосДистант». Доступ в личный кабинет учащихся осуществляется под логином и паролем. Также стало известно, что дистанционно будут учиться Самарский госуниверситет и экономическая академия. Детские сады работают в прежнем режиме, но при этом обеспечивают жесткий утренний фильтр. Утром при поступлении детей в учреждение будут мерить температуру и записывать информацию в специальный журнал. И сегодня диагноз – коронавирус – подтвердился у трех жителей Тольятти. Такая информация появилась на сайте Департамента информационной политики области. Заболевшие были госпитализированы с подозрением еще на прошлой неделе. Сейчас они находятся в инфекционных боксах и угрозы для окружающих не представляют. В регионе работает горячая линия, которая запущена для людей, которые вернулись из региона или города, где были зафиксированы случаи заболевания коронавирусом. Звонить на нее с вопросами могут не только те, кто вернулся из поездки, но и все желающие. Оперативно отрабатывать все обращения от самарцев о ямах на дорогах поручил первый заместитель главы города Владимир Василенко на еженедельном совещании в мэрии. В Самаре продолжается аварийно-ямочный ремонт. Какие участки улиц приведут в порядок в первую очередь, узнала Лариса Шалафаст. Дорожный ремонт в этом году в Самаре начали раньше. Из-за резких перепадов температур на асфальте появляются трещины и ямы. В первую очередь Департаменту городского хозяйства и экологии поручено обновлять участки дорог, по которым проходят маршруты общественного транспорта, а также оперативно реагировать на сообщения жителей. Работает порядка около шести бригад на аварийно-ямочном ремонте. В первую очередь это идут дороги, где движется общественный транспорт, потом уже уходят либо на кварталку, либо на дороги третьей, четвертой категории. Поэтому это вот на сегодняшний день работа организована штатно. Сейчас обращение и к автолюбителям, которые сегодня являются участниками дорожного движения, ехать очень осторожно, смотреть на появление вновь ям, ну а властям и эксплуатирующим организациям принимать меры по недопущению сверхнормативных или, будем говорить, глубоких ям. Как только установится стабильная плюсовая температура, в городе начнут ремонт дорог картами. Погода внесла свои коррективы и старт месячника по благоустройству. Из-за снега он переносится на неделю. Основные работы, которые планируем на этой неделе, с счетом погодных условий, то, что в ночь будет минус, в день будет плюс. В день будут проводиться работы по уборке приладковой части, ремонту пешеходных ограждений, ремонту урн, ремонту остановочных павильонов. Первый субботник запланирован на 28 марта. Также общегородские уборки пройдут 11 и 18 апреля. Общегородской субботник состоится 25 апреля. Лариса Шалафаст, Константин Головин, Василий Колдашов. События. Наведут лоск. В Самаре сегодня стартовал месячник по благоустройству. Банным процедурам подвергся весь транспортный состав ТТУ. Теперь чистоту в салонах троллейбусов и трамваев будут наводить дважды в день. А избавиться от бактерий поможет специальный раствор, рекомендованный Роспотребнадзором. За помывкой троллейбусов наблюдала Мария Левина. Каждый день общественным транспортом пользуется огромное количество самарцев. Во время месячника по благоустройству салоны стали убирать еще тщательнее. Уборка проходит несколько раз в день. Особое внимание уделяют поручням. Порядка 300 трамваев и 120 троллейбусов выходят на городские линии ежедневно. Последние работают по 15 маршрутам. На одном из них, под номером 19, трудится Галина Туликова. Женщина работает кондуктором. Кроме оплаты за проезд, она отвечает еще и за чистоту и порядок в салоне. Для этого каждый день сама берет в руки ведро и тряпку. Моет полы, окна, поручни и спинки сидений. Не пропускает ни одну поверхность, с которой контактирует пассажир. Говорит, часто пользуется общественным транспортом на выходных сама. И хочется ездить в чистых салонах. Стараемся, чтобы у нас в рейсе не было мусора. Для себя это хорошо и для пассажиров, и они уже как бы хорошо относятся к нам, получше относятся к нам. То есть салон чистый, они даже говорят, когда заходят в салон, говорят, как хорошо у вас в салоне чистым, аккуратным. Из-за погоды, конечно, мокрая, а сам автобус чистый, чистый, комфортный. Сегодня официально стартовал месячник по благоустройству. Мойка салонов, троллейбусов и трамваев дважды в день. Перед выходом на линию к пяти утра и после смены. Следующий этап после внутренней уборки – щетки. С помощью мыльного раствора смывают уличную грязь. Такую чистку проводят три раза в день. Генералит общественный транспорт дважды в год, осенью и весной. При этом весной работы куда больше. Зимой на улицах города, когда убирается, высыпается и песок. Все это накапливается на днище салона, внутрь забивается. С учетом носовых температур не всегда это физически можно отмыть. Поэтому весной, конечно, она более сложная и более тщательная. Все бактерии, которые находятся, максимально убраны. Обрабатывают салоны специальным раствором, рекомендованным Роспотребнадзором. Его закупили в больших количествах, чтобы хватило как минимум на месяц вперед. Очистка и дезинфекция с использованием такого средства особенно важна в периоды респираторно-вирусных заболеваний, ОРВИ, гриппа и, конечно, в качестве профилактики распространения новой коронавирусной инфекции. Министерством здравоохранения Самарской области организована работа телефонов горячей линии для тех, кто вернулся из недавних путешествий. А предприятие ТТУ в ближайшее время займется и уборкой в депо. Избавится от мелкого мусора и пыли. Почистят оборудование на ближайший месяц. Предприятие – большие планы. Мария Леевна, Николай Сидоров, События. Их уроки дети будут помнить долго. В Самаре стартовал областной этап конкурса «Учитель года-2020». В финал вышел 21 педагог. Среди них преподаватели как естественных наук, так и гуманитарных. Больше всего учителей английского языка, физики и физкультуры. Своё мастерство они покажут на открытых уроках и классных часах. Как педагоги справились с презентацией своих методических разработок, расскажет Андрей Горгуленко. О том, как разнообразить школьные будни, рассказывают педагоги-финалисты конкурса «Учитель года» Самарской области. Они представляют на суд жюри свои методические разработки, которые делают каждый урок ярким и запоминающимся. Соревнования профессионального мастерства проходят в регионе уже в 30-й раз. И впервые в финал вышли сразу несколько учителей физики. Динара Баракина – одна из них. Преподаватель с пятилетним стажем в своей работе использует проблемный подход. Во главу каждого урока ставится вопрос, к решению которого ученики постепенно подбираются с помощью экспериментов, опытов и лабораторных работ. Важно, что каждое из полученных решений школьники потом могут применить и в повседневной жизни. Мы должны обучать не только знаниям, не только физике, не только математике, а остальным предметам. А из выхода из школы ребенок должен принимать и применять эти знания. Вот что самое главное. А если мы будем обычные уроки вести, как это было раньше, то ребенок, да, будет хорошо знать физику на пять, но применить знания в современной жизни он не сможет. Презентация своих методических разработок – это только первое задание. В течение недели учителя проведут открытые уроки и классные часы в 53-й Самарской школе. Их будет оценивать профессиональное жюри, которое выберет пять претендентов на победу. Удивить членов жюри крайне сложно, но одновременно с этим члены жюри очень лояльно и любовно, я бы сказала, относятся к тем звездочкам, которые у нас на территории Самарской области, которые доказывают, что они учителя А с большой буквы, отвечающие современным требованиям. Пять лучших педагогов 23 марта проведут мастер-классы и обсудят с региональным министром образования реализацию нацпроекта образования. А 16 апреля состоится церемония награждения лауреатов и победителя, который будет представлять Самарскую область уже на всероссийском этапе конкурса «Учитель года-2020». Андрей Горгуленко, Максим Гусев. События. В этом году завершат строительство школы в микрорайоне Новая Самара по нацпроекту стимулирования развития жилищного строительства. Учебное заведение будет рассчитано на 1200 мест. Также по нацпроекту образования начнется строительство школы на пятой просеке на 600 мест. Положительное заключение на проектно-сметную документацию по объекту уже получено. По национальному проекту «Демографик» уже существующим детским садам добавят пристрои, а также возведут четыре новых объекта. Четыре детских сада. Это Подшипниковая, 27, Шверника в районе дома номер 12. Это в промышленном районе в границах Кирова, Старозагора, Воронежского и Московского шоссе. И Ташкентское и Московское шоссе Георгия Димитрова также в Кировском районе. Поднять науку 63-го региона в консорцию МНО от Самарской области инженерия будущего вошел в УЗ Тамбова. Межрегиональное сотрудничество расширяется. Область стала на шаг ближе к выполнению задачи, поставленной губернатором Самарской области Дмитрием Мазаровым. Выйти на федеральный уровень и получить статус национально-образовательного центра мирового уровня. Тамбовский государственный технический университет знаменит научными разработками. Как отмечают в Институте регионального развития, у Самары появился серьезный научный партнер. В университете активно развивается наноиндустрия. Для того, чтобы грамотно преподнести весь потенциал Самарской области, в УЗУ участники встретились с экспертами Московской школы управления Сколково. Они поделились опытом и поработали над формированием программы, с которой глава региона выступит в этом году в Москве. Все направления, которые определены в качестве ключевых для научно-образовательного центра Самарской области, и еще раз повторюсь, это транспортные системы, аэрокосмические системы и медицинские технологии, они во многом близки нам. Для того, чтобы нам формировать проектные группы, проектные платформы, которые смогут дать тот продукт, который нужен нашему индустриальному партнеру, подспорьем будет серьезным работа нашего нового участника консорциума Тамбовского университета. Не оплатил штраф, жди в гости судебных приставов. За распитие спиртных напитков в общественных местах в Самаре наказывают рублю. Но люди не спешат платить по счетам. И тогда в отношении должника начинается исполнительное производство. Только в Советском районе таких жителей около 300. Наш корреспондент Елена Малютина отправилась в рейд вместе с сотрудниками полиции и Федеральной службы судебных приставов, чтобы убедить самарцев, что штрафы оплачивать нужно. Визит сотрудников службы судебных приставов для Дмитрия Зайцева стал неприятной неожиданностью. Несколько месяцев назад на улице ему выписали штраф за нахождение в нетрезвом виде в общественном месте, который он так и не оплатил. По истечении 70 дней по закону, отведенных на погашение задолженности, в отношении него началось исполнительное производство. Мужчина оплатил штраф на месте через терминал. В противном случае ему грозило до 15 суток. Шел пеший патруль, проверка документов и так далее. Ну, естественно, запах-то у меня есть же. Я из кафе недавно только выходил из пятерки. Ну, и у меня патруль туда-сюда, мол, негожий гражданин в таком виде, с запахом в общественном месте. Грешен, да, не оплатил вовремя. Поэтому, конечно, возьму себе на заметку, постараюсь не допускать далее таких случаев. Я нарушать не буду, по крайней мере, постараюсь. Штраф за распитие алкоголя на улице от 500 до 1500 рублей в зависимости от крепости алкоголя. Самарцы такие штрафы оплачивают неохотно. Приходится сотрудникам службы судебных приставов регулярно отправляться в рейды. Причем по вечерам, чтобы застать должников дома. Вот и этот раз не стал исключением. На повестке несколько адресов. Эффективность данных рейдов очень большая, потому что мы не только взыскиваем во время рейдов, денежные средства, которые оплачиваются через терминал, но также именно проводим профилактику, чтобы в дальнейшем должники больше не совершали данных административных правонарушений. Только в советском районе Самары возбуждено около 300 исполнительных производств за нахождение в нетрезвом виде или распитие алкоголя в общественных местах. Елена Малютина, Николай Епифанов. События. А теперь коротко о других темах дня. В Самаре разыскивают 15-летнюю Алину Кижакину. В последний раз девушку видели в среду 11 марта. С тех пор близким о местонахождении Алины ничего неизвестно. Сейчас к поиску пропавшей подключились добровольцы Лиза Аверт. С момента пропажи прошло 4 дня. Информационный поиск ведется по всей Самарской области. Приметы – среднее телосложение, рост около 170 сантиметров, волосы сиреневые до плеч, глаза серые. В день пропажи была одета в сиреневое пальто, зеленую толстовку, серые брюки и белые кроссовки. Всех, кому что-либо известно о местонахождении Алины, просьба сообщить в полицию. Сгорели на работе. ЧП произошло на территории ТТУ на улице Коммунистической в Самаре. В субботу около 12 ночи там вспыхнул пожар. Прибывшие спасатели выяснили, что горят два трамвая. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров. На месте работали 10 пожарных. Они локализовали огонь за считанные минуты. Информации о пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливают специалисты. В самарских трамваях появятся дополнительные валидаторы. ТТУ в этом году закупит 102 новых стационарных терминала для оплаты проезда пассажирами. На эти цели будет потрачено почти 10 миллионов рублей. С помощью терминалов, установленных в общественном транспорте, пассажиры могут самостоятельно быстро оплачивать проезд различными картами или с помощью смартфона, не прибегая к услугам кондуктора. В 2019 году валидаторы установили в трамваях номер 5. При этом в вагонах работают и кондукторы, которые принимают у пассажиров наличные, а также следят, чтобы самарцы оплачивали проезд. Мелодии Великой Отечественной войны прозвучали со сцены театра оперы и балета. Перед публикой выступали учащиеся двух музыкальных школ – Самары и Санкт-Петербурга, носящих имя композитора Михаила Глинки. На концерте «Наследники Победы» побывал Сергей Кизоркин. Куйбышев и Ленинград, Самара и Санкт-Петербург. Ученики музыкальной школы имени Глинки с города Наневе приехали в наш город, чтобы дать концерт «Наследники Победы», который посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. На малой сцене театра оперы и балета – детский симфонический оркестр «Резонанс» из Санкт-Петербурга. Ребята учатся в школе искусств имени Михаила Глинки. В Самаре также работает школа, носящая имя этого композитора. Совместно они устроили для горожан бесплатный концерт «Наследники Победы». Песни военных лет, музыка военных лет, музыка петербургских композиторов – это уже давно стало достоянием всей России. Подготовка концерта ушла целый год. Репертуар подбирали тщательно, репетировали два коллектива отдельно, каждый в своем городе. Совместно удалось сыграть лишь один раз, за пару часов до концерта. Кульминацией выступления стало исполнение легендарной песни «День Победы». В сопровождении оркестра Санкт-Петербурга наш хор объединенный и солист Андрей Антонов, заслуженный артист Российской Федерации, народный артист Самарской области. Вот поступление с таким мастером на сцене, безусловное украшение нашего мероприятия. Открывали концерт директора школ искусств двух городов – Самара и Санкт-Петербурга. Представитель городской думы, областной министр культуры и заместитель департамента культуры Самары. Говорили о войне, о подвигах на передовой и в тылу, о жизни в блокадном Ленинграде и в запасной столице Куйбышеве. Передали приветствие от губернатора Дмитрия Азарова и главы Самары Елены Лапушкиной. Мы гордимся поколением, которое отстояло свободу и независимость нашей страны. От имени администрации городского округа Самары и от себя лично хочу поблагодарить участников проекта за уникальную возможность показать духовную связь поколений городов Самары Куйбышева и Санкт-Петербурга Ленинграда. Этот уникальный проект объединен не только коллективы двух старейших школ искусств России, которые носят имя великого русского композитора Михаила Ивановича Глинки. Проект стал связующим мостом, который силой музыкального искусства воссоздает нашу общую историю, историю города-героя Ленинграда и города Куйбышева, запасной столицы Советского Союза, укрепляет духовную связь и преемственность поколений. На сцене звучали произведения русских и зарубежных композиторов. Перед зрителями выступали не только юные музыканты, но и их наставники. Сергей Кизоркин, Николай Сидоров, События. Королевский цирк Гии Ирадзе Королевский цирк Гии Ирадзе приехал в Самару с новым шоу. Сотни артистов, животных и птиц. Грандиозная программа рассчитана на три часа с антрактом. Артистам восторженный рукополискал Сергей Кизоркин. В цирке Олега Попова в аншлаг в Самару приехал Королевский цирк, который привез грандиозное шоу от маэстро циркового искусства Гии Ирадзе. Удивлять зрителя от начала и до конца. Правила мастера. Каждое действие на манеже – это мини-спектакль. Самарская публика в антракте едва успевает перевести дух. Очень красивые костюмы. Шикарные. Животные такие классные. Редкие мы ни разу не видели. Все понравилось нам. Мы в восторге. На самом деле эмоции прям очень. Все изменилось. Программа очень красивая. Все захватывающе такое. Прям в детство обратно вернулся. Очень интересно. Больше всего, конечно, воздушный гимнаст. Мурашки аж по коже были. Сочетание невероятных образов артистов, сложнейших трюков, дрессуры, животных и птиц. Зрители попадают в сказку, которая длится около трех часов. Мы очень готовились к этой премьере. Мы рады, что все состоялось именно так, как задумано было нашими режиссерами-постановщиками. Зритель Самарский очень отзывчивый, что, безусловно, приятно любому артисту. Путешествие во времени и пространстве начинается с Королевского бала, после которого зрителей бросает то в жар, то в холод. Сначала они оказываются в знойной Испании, а затем в русской снежной зиме, которые сменяют Райский сад и Римский колизей с гладиаторами. Каждый номер уникален по-своему. Каждый номер притягательный для зрителей. Ну и, конечно, отдельное спасибо зрителям, когда они встают в финале. Это самая главная награда для артиста. Каждый раз здорово выступать именно при такой публике, потому что ты насыщаешься и наполняешься вот этой доброй энергетикой. Ее легче дарить, ее легче отдавать. И, конечно же, в таком атмосфере гораздо легче выступать. И все, у нас все прошло сегодня, мне кажется, очень замечательно. Удивляли искушенную самарскую публику – канатоходцы, воздушные гимнасты, эквилибристы, жонглеры и, конечно, клоуны. Всемирно известный дуэт – вас и Стас. Мы достаточно часто ходим в цирк, но на Гии Эрадзе мы первый раз. Мы в восторге. Если честно, такой эстетической красоты я давно не видела в цирке. Мы всем желаем самарским ребятам вместе с родителями. А если вдруг у вас нет ребят, приходите сами, потому что это очень классное шоу. Королевский цирк Гии Эрадзе пробудет в Самаре до 19 апреля. Билетов хватит на всех. Сергей Кизоркин, Николай Сидоров. События. Их объединяет любовь к своему родному языку, культуре и традиции. В Самаре прошел фестиваль-конкурс «Серебряный голос». На сцене «Дома дружбы народов» выступили чувашские коллективы со всех районов города. На концерте побывала и наша съемочная группа. Ансамбль «Сейспиль» сохраняет традиции чувашского народа и дарит яркие эмоции уже на протяжении двух лет. Галина Петрунина – руководитель ансамбля и генератор идей в коллективе. Она не только составляет программы и организовывает выступления, но и сама выступает на сцене. В репертуаре фольклорной группы «Чувашские и русские песни» – многие из них исполняются в современной обработке. Мы занимаемся тем, что восстанавливаем народные традиции, песни, культуру чувашского народа, чтобы люди, кто забывает свой язык, помнили о том, что свою культуру нельзя, корни свои нельзя забывать. Надо помнить об этом всю жизнь. Кемель Сасса – в переводе с чувашского «Серебряный голос». Так называется национальный фестиваль-конкурс, который проходит уже 18-й раз. Он собирает творческие коллективы со всего 63-го региона. Жюри на конкурсы оценивают не только исполнительское мастерство, артистизм, художественный и профессиональный уровень программ, но и оригинальность костюмов и постановок. Но главная задача фестиваля, отмечают организаторы, – сохранение чувашской национальной культуры. Как раз мы созданы, наверное, Богом для этого, чтобы не забывать свои традиции. Как это так? Забыть свои традиции? Нет, конечно, ни в коем случае. И набыть свои детям малым, чтобы и дальше продолжали нашу работу. Фестиваль прошел при поддержке администрации Самары. Мероприятия, которые призваны в первую очередь содействовать объединению людей, объединению различных коллективов, передача творческих задумок. Таким образом, можно сказать, что сегодняшнее мероприятие является той первой весенней ласточкой, которая открывает цикл мероприятий, проходящих на протяжении всего года. Сейчас Самарская организация «Чуваши» готовится к самому главному весеннему празднику «Акатуй», который посвящен земледелию. По традиции он пройдет в сквере Высоцкого. Мэриил Чан, Николай Епифанов, События. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что число просмотров нашей программы на Ютьюбе превысило 23 миллиона. Смотрите передачи «Самары Гис» на нашем сайте и в его мобильной версии, а также на Ютьюбе. Всего вам доброго и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»!